В следующем у нас выступает Александр Серовин, Россия, президент Ассоциации электронной и электоральной политики России, член правления РАППК. Александр, пожалуйста, вам слово. Саша, нужно звук включить. Саша, включи звук, пожалуйста, мы тебя не слышим. Так, здравствуйте, коллеги. Я хотел поговорить о семи, на мой взгляд, принципиальных вещах, которые изменят представление в будущем о электоральных процессах независимости, там, Россия или какая-либо другая страна мира. Постараюсь по одной минуте на каждой из важных принципиальных изменений. Ну, во-первых, это сегодня уже звучало электронное голосование. Мы вот об этом уже давно говорим и прорабатываем на возможности этого. Сейчас, например, в России семь центров разрабатывают электронное голосование. Саша, если можно, извините, пожалуйста, чуть погромче можешь или приблизиться, или громче говорить? В России семь центров разрабатывают электронное голосование. Понятно, Москва уже сделает прототипы работающие. Есть в Петербурге, в Ленинградской области, в Краснодаре, в Казани. Понятно, партия «Единая Россия» ВПГ сейчас разработала. И есть еще при правительстве центр, который тоже это дело подготовил. У каждого свои подходы, но я думаю, что в течение этого года выяснится, какой подход будет наиболее устойчив и приемлем для России в будущем, где, я уверен, электронное голосование с 2021 года уже будет входить в часть по обязательному. И это, безусловно, электронное голосование, оно очень сильно убыстрит, в принципе, изменения, которые будут происходить в электоральном поведении и, в принципе, в нашей работе, как коллег прикладных в профессии. Значит, второе очень принципиальное изменение, которое в будущем происходит в рамках этой наступающей электронной эпохи, это уйдет электронное рабство избирателей в городах. Имеется в виду как мобильного избирателя, который непосредственно находится. Также уйдет очень важное качество такое, я люблю по этому поводу следующую шутку, что воля избирателя не имеет ни политических, ни географических границ. Так почему же его воля как гражданина, она должна ограничиваться? И вот в этом смысле шикарный пример Эстонии в прошлом году, где федеральные выборы прошли, и люди с территории 148 стран принимали участие в этих выборах, где почти 50% избирателей проголосовало через дистанционную форму голосования через интернет. И за это, безусловно, огромное будущее, которое сейчас немного оттормаживается, скажем, некой неготовностью ментальной, политической, но оно придет очень стремительно. Я хочу сказать, стремительно с наступления будущего, например, для меня вот этого электронного, оно очень, скажем так, отчасти удивительно, и благодаря коронавирусу это еще только убыстряется. Так, например, в 2015 году, я вот сам с 2005 года, у меня первые публикации на тему будущего в рамках электронных, электорального поведения есть, и в 2006 у меня уже была глава в книге о кафедре политической психологии, посвященная как раз виртуальным проектам и политической деятельности. Я вам могу, коллеги, сказать, что, например, в 2015 году, когда я ассоциацию создавал, я не думал, и тогда был первый круглый стол, посвященный электронному голосованию, я не думал, что оно на самом деле так быстро придет. Мы там на... Я выступал, был горячим сторонником, но я думал, что это перспектива 10-15 лет. В 2017-м я, помню, в Москве на Тверской выступаю и говорю, что будет электронное голосование. Никто не верил, а через два года уже в Москве пошли прототипы. Несколько... То есть будущее даже вот мне, как человеку, который активным сторонником является, представляется, что наступает гораздо быстрее, чем я того, например, представлял как ученый. Третье очень важное изменение, которое произойдет, это изменится структура электората, которого мы привыкли видеть на выборах, потому что это повлечет изменение электоральной расстановки политических полей, в принципе, в парламентах всех стран. Именно поэтому в Японии оттормозили введение электронных форм голосования, потому что они пока не понимают, как у них изменится политическая система. То же самое, кстати говоря, происходит и в Великобритании. И отчасти они сейчас даже оттормаживают из-за этого. Потому что в выборы придет молодежь, которая уже давно находится в электронной эпохе. В выборы придут вот те самые избиратели городских агломераций, которые активно не участвуют в выборах. И также, соответственно, сами выборы изменят непосредственный день выборов и подсчет этих выборов. Из-за этого, знаете, как вот в экономике есть определенные венчурные технологии, они отрабатывают, смотрятся, как это все будет измениться в политике. К сожалению, мы сейчас пока не успеваем отследить эти изменения. Но понятно, что они будут кардинальны, потому что изменится профиль непосредственного избирателя, который влияет на победу того или иного кандидата. Значит, следующее, четвертое изменение, которое будет принципиальным, это изменение наблюдения за контролем выборов как таковых. И здесь надо очень важный момент понимать, что, например, в России 94 с лишним тысяч избирательных участков. И, например, если бы там раньше в каком-то регионе, и даже по России надо было выставить позиционные культуры или порядка 100 тысяч человек, то здесь сейчас уже достаточно выставить 10-15 грамотных программистов, которые смогут видеть, как происходит, изучать, как происходит код системы. И это будет более надежная система проверки, не позволит надавливать, например, на избирателя и каким-то образом менять непосредственно ход подсчета при голосовании. Здесь, безусловно, будет этап переходного периода. Как, если люди, которые будут еще стараться по старинке ходить на избирательные участки, ну, я вообще думаю, что в течение 5-7 лет это тоже уйдет уже в прошлое во многом. Как это происходит и в других сферах бизнеса. Единственное, надо понимать, что кто-то верит в том, что 2 плюс 2 равно 4 и доверяет, скажем так, математическим системам. Те, собственно говоря, перейдут в электронную эпоху. Некоторые по старинке какое-то время еще будут приходить на избирательные участки. Но введение этих правил, они продиктованы самым важным элементом. Это легитимизация, которая подразумевает массовое участие в голосовании. И второе, это дешевизна, потому что выборы через электронные формы, они дешевле в тысячи раз. Больше, чем тысячу раз мы подсчитывали. Следующее, и это, безусловно, будет принципиальным изменением будущего. Пятое принципиальнейшее изменение, которое наступит и изменит представление наше будущим о выборах, это прямые формы демократии. Отмирание существующих партийных организаций и приход новых форм коммуникативного и гражданского общества. Это очень интереснейшая трансформация, которая будет наступать сейчас. Важность ее в следующем, что мы привыкли к политическим системам и партиям, которые опосредуют, собственно говоря, мнение избирателей и довозят его концентрированно выше. Но у нас сейчас будущее диктует следующим образом, что при прямой демократии в посредних виде партий для взаимоотношения политика и избирателю не нужно. И здесь, кстати, произойдет уникальная трансформация, в принципе, образа политика как такового. Потому что во многом сейчас политики могут быть более, назовем так, угловатыми, потому что избиратель их непосредственно наблюдает только крайне подготовленные. При прямой демократии здесь все эти углы, они будут гораздо быстрее видны непосредственно избирателю. И здесь то, как будет представляться политика в будущем, мы можем увидеть, как это было в таком легком прототипе в начале, значит, греческих городов-полисов, когда там могло приходить все избиратели, там до 6 тысяч могли собираться граждане и выбирать определенные. И вот этот этап у нас на самом деле впереди. Важным отмирание политических орг структур, то есть партий, посредников, оно сильно очень изменит набор профессий, которые будут востребованы в прикладной политике. Так, например, повысится значимость, например, политических там и самым менеджеров, социологов, политических психологов. А уйдет на нет многие профессии, связанные с организаторской работой, орговиков, исполкомов и тому подобное. И вот здесь вот тысячи этих специалистов, они будут, я уверен, в ближайшем будущем уже, в принципе, без надобности. Так, рабочие прототипы, как происходят в некоторых, например, регионах, где происходит управление за счет определенных программ политическими процессами, показывают экономию больше, чем 470 раз без потери качества управления. В будущем эта экономия будет только усиливаться, потому что добавятся роботизированные программы. И вот это следующий очень важный момент, шестой, управление и прогнозирование политическими и внешнеполитическими рисками при помощи программных комплексов. Собственно говоря, в ближайшем будущем, это не то, что будущее, даже там 10-20 лет, это, ну, я думаю, 5-7 лет. Программные комплексы, которые помогают в управлении внутриполитических и прогнозированию рисков в рамках страны и региона и всего мира, они войдут в очень большое распространение. Это обусловлено тем, что необходима реакция очень быстрая власти на действия гражданского общества. Таш, прошу тебя, уже по времени надо завершать. Завершаю. Был большой эксперимент, естественно, и в Петербурге, где было показано, что город в 54 минуты может уложиться при самоорганизации. Это Санкт-Петербург, четвертый город в Европе. Мы делали прогноз, оно есть в интернете, мы делали прогноз, что в течение часа может самоорганизоваться даже целая страна. Дальнейшие события показали, что наши расчеты показываются в течение 30 минут. Если власть не реагирует в течение 30 минут на действия гражданского общества, то общество начинает самоорганизовываться без учета действий властей. Соответственно, только программные комплексы могут в течение 10 минут определить сигналы и самоорганизацию не является фейком. 10 минут на выработку типовой программы и 10 минут на ответы обществу через социальные сети. Поэтому только программные комплексы могут помочь работать на таких скоростях. Но, Антон, я буду более подробно. Рабочие прототипы уже есть в России и в других странах. Сейчас вопрос в том, кто более успешно это дело разработает. Так, ну тогда седьмой пункт... Очень коротко, Саш, просто очень коротко. Седьмой пункт принципиального изменения – это то, что будет происходить, значит, я бы назвал такое сектантство политического пространства, в принципе, везде. Почему? Потому что сектантным формам легко выключать из общения и влияния на аудиторию тех, кто является несогласным. Соответственно, будет происходить радикализация, поляризация общества, потому что будут не получать... Одни будут получать только одну точку зрения, другие будут получать только другую. И будет у них крайне редкие пересечения, те, которые возможны при реальной жизнедеятельности. Большое спасибо, коллеги. Спасибо большое. Все затаяли дыхание, потому что слышно было тихо, но вопросов навалилось много. Увы. Но давайте один вопрос любой выберем. Ну, например, будет ли возможность фальсификации при электронном голосовании? Коротко, Саша. Она будет в сотни раз меньше, чем это при бумажном голосовании, как сейчас. Ответ замечательный. Спасибо большое. Александр действительно уже много лет возглавляет у нас в России вот это важное движение, движущее нас в сторону электронной демократии. Мы и сотрудничаем, и работаем вместе, и с интересом к этому относимся. Спасибо большое.